Почему, ни я знаю, ни мне судить, мне так выпало, мне так было поручено. Я вообще считаю, что... Нет, я человек верующий, не слишком посырковленный, но я знаю, что мы не сами по себе, что мы какую-то определенную программу выполняем, нам порученную, нам доверенную, на нас возложенную. Ну и вот мне бы мало быть художником. Душник это, я думаю, все-таки человек, который не сам по себе, а он проводник между чем-то очень высоким, между Вселенной, Абсолютной, Господа. И земной, постоянной, обыденной повседневностью. Наверное, так. Почему иногда и у самодеятельных художников, никогда нигде не учившихся, бывают совершенно замечательные вещи. Бывают озарения, потому что они тоже являются вот этим вот проводником. Просто у них нету ремесла, и поэтому они не могут каждое озарение зафиксировать профессионально, грамотно. А профессиональный художник, он, у него этот канал открыт, и он в силу своего владения ремеслом высокого, он любую посылку сверху, он ее может зафиксировать. То есть мы не сами по себе, мы делаем то, что нам поручено. Мне поручено изображать город. Почему не знаю, мне не судили. Ну вот я пишу горы, и вот в этом фильме там есть момент, когда я говорю Маргарите, что эти вот, вот эти картинки, которые я делаю, могу сделать только я и больше никто. Это не от нескромности. Это действительно реально совершенно осознание ситуации, осознание факта. Дело в том, что то, что касается творчества научного, там, ну, не будь Циолковского, в космос все равно бы полетели. Не изобрети компас китайцам, все равно бы он был изобретен. Фарфор не сделает, китайцы, все равно бы появился фарфор. То есть, все равно, там просто дело во время. Радио, Попов, ну и так дальше, и так дальше. Линзы там отшлифовали, первый гироскоп был сделан. Ну не этот, так другой бы сделал. А вот музыка, которую сделал Бах, Бетхобин, Шостакович, Если бы этот человек не сделал, ее бы нет. Вот в чем все дело, понимаете? Вот поэтому, вот то, что делают, вот результат не научного творчества, а вот творчества в области искусства, это действительно вещи такие, которые, вот они есть, или их нет. Или их нет, или они есть. И они есть только такие. Такие, какие соответствуют этому опыту, жизненному опыту человека, его творческому опыту. И восприятие искусства, оно возможно, наверное, только в абсолютном таком проникновении. И если опыт, жизненный опыт зрителя адекватен к жизненному опыту художества, тогда, наверное, возникает в полной степени проникновенный взаимоинтересный диалог, который и рождает, собственно, произведение, потому что произведение, оно обязательно рождается в соавторстве художника-сожрителя. И зрителям быть хорошим зрителем так же редко, как и хорошим художником. Это просто две стороны одной медали. Весь мир, все люди живут на земле, они делятся уже потом. По возрасту, по полу, по профессии, по конфессиям религиозным. Это потом. А в первую очередь, люди делятся на художников и не художников. Не художники смотрят на землю под ноги и видят грязь. Художники, глядя в грязь под ноги, видят там отражение звезд этих лужек. Просто среди художников есть люди, которые умеют запечатлеть то, что чувствуют, видят. И есть те, кто чувствуют, видят, но запечатлеть не умеют. Вот эти люди друг для друга. То есть они одинаково чувствуют, но один делает, другой воспринимает. Очень много людей, которым не нужно изобразительное искусство, которым не нужен театр, которым не нужна музыка, которые ничего не читают. Ради Бога, это их выбор. Вот они для своего круга. А остальные люди, художники, вот они и созидатели, и восприятие они обеспечивают. И только вот в этом диалоге зритель-художник и рождается по-настоящему произведение. Точно так же очень... Вот японцы говорят, что настоящая картина тогда состоялась, когда по ее поводу начинают писать стихи. То есть когда одно произведение искусства является катализатором это создание другого произведения искусства и сейчас даже в другой области искусства. И по поводу картины могут быть написаны стихи, и по поводу стихов могут быть созданы картины, графические листы. И музыка помогает живопись, а живопись помогает восклонять музыку. Все взаимосвязано. Все в этом мире взаимосвязано.